В данном уроке поговорим о панели инструментов, а точнее о ее первой вкладке Tools, так как она является наиболее часто используемой. Здесь самые основные инструменты по управлению. Вкладка Create, о ней вы уже знаете, здесь находятся объекты, которые можно добавить в цену. Вкладку Relations, Physics и Rispensil мы в рамках данного курса упустим, и о вкладке Animation мы поговорим в разделе про анимацию. Итак, первые три пункта это уже знакомые нам перемещения, вращения и масштабирования, то есть нажимаем и сразу же работаем с ними. Что здесь делает кнопка Mirror я так и не разобрался, потому как работать данный инструмент должен в режиме редактирования, здесь даже в подсказке написано отражает выделенные вершины, но он доступен в объектном режиме, я нажимал, пытался отразить, у меня ничего не получилось, поэтому данную кнопку пропустим. Дубликейт, также да, если вы заметили, при наведении на практически каждый элемент в Blender вы видите подсказку и в случае, если присутствует для данного инструмента какое-то горячее сочетание клавиш, оно выводится вот Shotcut Alt D Shift D. Итак, Duplicate это создать независимую копию объекта, а Duplicate Linked это создать связанную копию объекта. В чем разница? Переходим в режим редактирования, вот я выделил вершину, подвигал ее, она изменилась только у данного куба. Если я выделю любой из данных кубов, перехожу в режим редактирования, мы видим сразу же в режим редактирования переходит оба куба и изменяя одну вершину на одном объекте, она точно также изменяется и на другом. В этом и заключается их связь. Также, если вы будете использовать одинаковый материал для связанных объектов, ну и масса других значений, они будут отражаться на всех связанных дубликатах. Также при создании дубликата можно сразу же указать, куда сместить создаваемый дубликат, по какой оси и на какое расстояние. Вот я выбираю данный объект, нажимаю Shift D, затем ось Y и, например, минус 5. Enter. Все, то есть таким образом я быстро создал копию и сместил ее по оси Y на 5 единиц. Кнопка Delete работает просто, удаляет выбранный объект. Сейчас выбран данный куб, нажимаем Delete, появляется окно всплывающее с подтверждением, чтобы вы случайно что-то не удалили. Вы еще раз нажимаете Delete, объект исчезает. Также есть горячая кнопка X, она только что была видна. Вот X, Delete X. Нажимаете и ваши объекты исчезают из цены. Сейчас добавим еще один куб. Я продублировал его с помощью Shift D. Это два независимых объекта. И теперь вы видите, есть кнопка Join. Join. Она как раз объединяет два объекта в объектном режиме в один. То есть вы можете в режиме редактирования добавить какой-то другой объект и они будут одним целым. Либо уже создать два отдельных объекта, затем их выделить с помощью Shift и нажать пункт Join. И данные два объекта объединятся. Центром этих двух объектов будет центр последнего выделенного объекта. То есть я сначала выделил вот этот куб, затем выделил следующий. У каждого из них был свой геометрический центр, но после того, как я их объединил, центр остался один, только у данного куба. И теперь при вращении один вращается относительно центра, а второй относительно другого куба. Добавим в сцену теперь UV-сферу и поговорим об опции Set Origin. Она как раз таки предназначена для управления центром объекта. По умолчанию, когда мы добавляем новый объект, его центр находится в его геометрическом центре. В режиме редактирования мы можем сместить сферу. Теперь центр находится вот здесь. Но если мы выберем пункт Origin to Geometry, то центр сразу же переместится в то место, в котором должен быть. То есть Blender рассчитает геометрический центр данной сферы и переместит туда его центр. Также мы можем в режиме редактирования сместить куда-то объект. Центр остался здесь. Мы выбираем наоборот Geometry to Origin и получается наша сфера возвращается в то место, где изначально был ее центр. Также мы можем с помощью 3D-курсора задать центр любому объекту в любой произвольной точке. Вот сейчас центр в центре сферы. Я 3D-курсор устанавливаю вот здесь, выбираю пункт Origin to 3D-курсор и все. Центр теперь находится в данной точке. И вращение происходит вокруг нее. Шейдинг, Smooth и Flat. Ну, это такие два инструмента. Поговорить о них бы стоило в разделе про материалы. Ну, затронем их здесь. Они простенькие. По умолчанию все меши, которые вы добавляете в вашу сцену, с типом шейдинга Flat, то есть они плоские, не сглаженные. И если мы нажимаем кнопку Smooth, то сфера становится гладкой. Опять Flat. Видны все ее грани. Если мы добавим какой-то менее полигональный объект в сцену, например, куб. Сейчас он у нас плоский. Мы нажимаем Smooth. Он вроде бы стал сглаженным, но, как вы видите, сглаживать-то по сути нечего, так как здесь всего-навсего 8 грани пересекаются перпендикулярно друг к другу. И гладким его не назовешь даже после нажатия данной клавиши. Но со сферой, либо, например, с Сюзанной. Вот какая она у нас квадратная. И после Smooth. Не, Сюзане надо еще в модификаторе добавлять. Сфера. Остановимся на сфере. Для нее данная опция работает отлично, так как здесь относительно много полигонов у данного объекта. И последнее меню. История. Здесь мы можем отменить последнее действие, отменить отмененное действие, посмотреть историю, а также повторить последнюю выполненную операцию. В основном вы будете использовать пункт Undo с помощью Ctrl-Z, то есть возвращать все назад. Ну, иногда, возможно, будет полезно воспользоваться данным меню. Но здесь, как вы видите, если вы, например, берете куб и три раза его перемещаете, там даже больше четыре по разным направлениям, то вы нажимаете историю и вы видите Translate, 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 Translate. И так сразу и не скажешь, когда, куда двигал куб. Ну, если вы используете разные инструменты, например, там добавили куб, применили инструмент BIL, потом объединили с другим инструментом, то здесь отчетливо будет видна ваша последовательность действий. На этом знакомство с панелью инструментов мы закончим, а в следующем уроке поговорим о данной панели свойств.